так сегодня будем чинить рулевые наконечники автомобили у вас есть двух типов одни разборные одни неразборные у нас в частности будут разборными вот здесь есть такая штука значит разборная и продаются вот такие ремкомплекте вот сейчас будем разбирать все показывать вот с помощью зубила молотка обычная резьба взбиваем и чем увидим там куча кашек вот тут пружинка стоит чашечка пружинка развалилась не поджимала сейчас это все последовательно сложим как было там гайка же не откручена так эта часть вот у нас была оттуда достаем палец сам и там у нас стоит втулка еще вот это вот здесь в которой мы сейчас выколотим оттуда вон она все помоем почистим и будем в такой же последовательности все вставлять обратно так еще у нас здесь это сама топ-то лопнуться я тоже поменять обязательно прошприцевать так вот последовательность берем новая запчасть конечка то вставляем диаметр подбираем головку тихонечку садим ее на место можно конечно это все делать как я раньше говорил при помощи медной поправки ничего не денется все снизу проверяем зазоров нет желательно все это дело промазывать кто-то сильной смазкой пользуются нам вот досталось трактора у нас все мажут это даже синяя смазка только найдет с графитом мы это дело все сейчас промажем чтобы первое наши поворотики наши хуй и у нас не шли это мажем обильно и вставляем чпок все на месте так ну чтобы толстницей много не работать можно сразу туда нам набить этой смазки большое обильное количество лишним не будет пувыряли дальше что мы садим смотрим что у нас было у нас была такая вот шайбочка садим такую шайбочку здесь есть отверстие такую вот ей садим наш пенек все вот видите смазка даже оттуда пошла значит ее там достаточно а чтоб там смазка была это очень важно так дальше наша пружина ставим нашу пружину и вот сейчас ромка не почистил гайку да вот у меня это потом оставится так все не говна убрали зачем все пойдет пружина тут простая но нужно немножко нажать будет и нажавить может это не одному сделать можно и вдвоем так сейчас мы это все соберем покажу как законтрить это обратно и перевернем начнем дальше закрутили также и по зубе лотупым добили чтобы было у нас заподлицо дальше не надо тут нормально вот сейчас ну примерно на старое место ставим может быть чуть покрепче посильнее берем тоненькую калененькую железяку и как обычно пробиваем чтобы у нас эта часть не открутилась ну и все достаточно перевернем чем мы видим здесь я то и на увидим что палец у вас входит очень все великолепно так что мы обнаружили насчет пыльников тут если у вас маска вышла уже как вы видите если ее мало ее можно даже нужно добавить набить ее полностью и слегка и но потом в толстницу пару раз еще обязательно шприцом этой же смазки чтобы она всех щелей полезно так одеваем сюда большой пыльник маханьки пыльник что палец ходит чтобы не тут вот так вот и возили одеваем резиновый пыльник я все думал раньше сюда его девать смысла нет она так вот и одевается вот но в комплекте не было вот такой вот штуковины такого коранка он тут должен быть и одеваем его дальше это все вставляется в отверстие зажимается хайкай и шплинт все наш ремонт закончен у нас опять новый палец а